Сегодня поговорим о... Ох, простите. Глубинной причине утомления. Могу сказать, что я эксперт в этом, просто потому что я был уставшим значительную часть жизни, но справился с этим. Так что я расскажу кое-что очень важное. Помню, я веду машину, рядом жена, мне ещё нет 30, я совершенно измотан. Ищу, где купить витамины, которые дадут мне энергию. Они никогда не помогали. Я пил витамины огромными дозами и не знал, что происходит. Если бы я мог отправить это видео в прошлое и показать его самому себе, это решило бы мою проблему, если бы я понял, как тело создаёт энергию. Но это видео станет мощной мотивацией для вас, ведь вы, наконец, поймёте, чем вообще вызвано утомление. Можно принимать разные витамины, пить энергетики, чтобы добавить себе энергии, пить больше кофе, но настоящую проблему это не решает. В любом магазине обычно на кассе стоит целая батарея энергетиков, энергия на 5 часов. Всё начинается с митохондрии. Что такое митохондрия? Это энергостанция глубоко в клетке, которая вырабатывает энергию. Если у вас есть любые формы утомления, если вы очень быстро выдыхаетесь на тренировках, или у вас есть любые проблемы со здоровьем, как у большинства людей, в основе этого лежат митохондрии. Большинство болезней зарождаются непосредственно в митохондриях. Так что такое митохондрия? Это машина, которая создаёт аккумуляторы. Ведь пища не может непосредственно давать энергию. Пищу нужно преобразовать в химический аккумулятор. Из него мы и получаем энергию. А сам этот аккумулятор называется АТФ. Итак, митохондрия создаёт аккумуляторы, а АТФ и есть сам аккумулятор. Независимо от того, изучали вы биохимию или нет, это может помочь вам понять, насколько просто то, что здесь происходит, несмотря на огромную сложность процессов внутри митохондрии. Возможно, вы уже слышали о так называемом цикле Крепса. Это предсоздатель аккумулятора. Он находится перед создателем аккумулятора. И создатель аккумулятора соединён с ним. Цикл Крепса готовит всё, что нужно, и помогает оторвать часть электронов. Но нам нужно каким-то образом извлечь электроны из съеденной пищи. И, кстати, в одних продуктах энергии больше, чем в других. После глубокой технологической обработки из пищи почти невозможно извлечь энергию, ведь она просто мертва, в ней мало энергии. А кроме того, существует много нутриентов, которые нам нужны для сборочного конвейера создателя аккумуляторов. На каждом этапе конвейера нам нужны В1, В2, В3, фолиевая кислота, В12, магний, марганец, селен, витамин С и кое-что ещё, так называемый кофермент Ку-10. Это вспомогательные вещества, без них аккумулятор не создать. Так вот, есть очень-очень важный фермент, необходимый для создания АТФ. Это так называемая АТФ-синтаза. Название нам не так важно, но вот чем интересна АТФ-синтаза. Она очень-очень крохотная. И это турбина, она вращается, она помогает вырабатывать энергию. Она очень-очень крохотная. Нужно где-то 100 тысяч этих маленьких ферментов, чтобы они достигли толщины одного волоска. Вот насколько они крохотные. И они вращаются с невероятной скоростью. Каждый раз, когда этот фермент совершает один оборот, он создаёт три молекулы АТФ. Как быстро они вращаются? Они совершают где-то от 7 до 9 тысяч оборотов каждую минуту. Представьте, сколько молекул АТФ создаёт всего один такой фермент. Это примерно 27 тысяч молекул АТФ в минуту. Давайте посмотрим всего на одну клетку и выясним, сколько митохондрий в одной клетке. В среднем у нас от 1000 до 2500 митохондрий в одной клетке. А сколько клеток в нашем теле? 10 триллионов клеток. Невероятно. Вы только послушайте. Здоровый человек создаёт огромное количество АТФ. Суммарная масса этих молекул АТФ равна нашей массе. Если я вешу 80 килограмм, я создаю 80 килограмм АТФ каждый день. Это равносильно 1200 ваттам или 282-пальчиковым батарейкам. Может, это не так уж и много, но тело весьма эффективно использует эту энергию. Но поражает то, что тело на самом деле не запасает АТФ. АТФ создаётся по запросу. То есть, когда вы не двигаетесь, не тренируетесь, вы создаёте намного меньше АТФ, чем когда тренируетесь. Суть в том, что тело не запасает АТФ. Когда АТФ использовано, она превращается в АДФ, который потом может быть снова переработан в АТФ. Но АДФ наше тело запасает. И АДФ перерабатывается в АТФ примерно 1000 раз в день. Так что в любой момент днём в нашем теле есть всего лишь около четверти килограмма АТФ. Не так уж и много. Но как только мы начинаем тренироваться, выработка АТФ повышается в огромной мере. Следующий вопрос. Если мы не запасаем АТФ, то какую энергию мы запасаем? У нас два вида топлива. У нас есть сахар, запасённый в виде гликодена в мышцах и печени. Запас гликодена не так велик. Возможно, где-то на 1700 килокалорий. Как только его запас истощён, телу будет нужен сахар, гликоден, если вы зависите от сахара. Но мы также храним энергию в виде жира. И когда вы адаптировались к жиру, вам намного легче использовать жир, ведь вы уже вошли в китос благодаря урезанию углеводов и сжигаете жир очень эффективно. И вы легко можете использовать жир как энергию и направлять её в цикл Крепса. Но если вы не адаптированы к жиру, у вас быстро иссякнет энергия, ведь без адаптации к жировому топливу энергия просто иссякнет. Вот почему тета-диета так важна для нашей энергии. Во-первых, тетоны и жир дают нам больше АТФ, чем гликоден и сахар. А во-вторых, у нас много запасов жира, которые можно использовать. У среднего человека без лишнего веса около 100 тысяч килокалорий в виде жира в теле. А в запасах гликодена у нас лишь около 1700 килокалорий. Хватит на один день. Итак, моя проблема в далёком прошлом, когда мне ещё не было 30, была в том, что я ел чистые углеводы. Мой уровень энергии повышался, когда я ел. А потом резко падал, моя энергия иссякала, и мне снова нужен был сахар или другие углеводы, чтобы была энергия. Я полностью зависел от углеводов. В то время я не знал о кетозе. Я вечно был уставшим, особенно в голове. Даже просыпаясь утром, я был очень уставшим и не мог проснуться умственно до позднего утра или даже до середины дня. А важность этого в том, что 70% всего нашего АТФ использует мозг. Наш мозг пожирает много АТФ. И если по каким-то причинам АТФ у нас недостаточно, наш мозг страдает. Вот почему у людей очень много таких проблем, как деменция, СДВ, дегенеративные заболевания мозга, аффективные расстройства. Попробуйте быть в депрессии, когда вы получаете много энергии из митохондрий. Это буквально невозможно. Если вы вспомните моменты, когда вы были подавлены, вероятно, при этом вы были уставшими. Итак, чтобы была энергия, первым делом надо перейти на кето. Тогда у тела будет источник быстрой и более эффективной энергии. И вы будете создавать больше АТФ, да ещё и намного быстрее подключаться к этому резерву энергии. И вы не будете привязаны к машине, которая использует как топливо только глюкозу, да ещё и нуждается в кофакторах. Исследования показали, что главный источник отеслительного стресса в клетках — это утечка кислорода и электронов из митохондрий. Эта утечка усиливается, когда отсутствуют ключевые нутриенты или защитные молекулы, такие как кофермент Ку-10, особенно если принимать статины или что-то ещё, что лишает нас этого нутриента. Это очень важный нутриент, который помогает транспортировать электроны. И этот биохимический путь, в котором задействован кофермент Ку-10, нужный для выработки энергии, это тот же путь, с помощью которого мы создаём холестерин. И статины, которые, по сути, ингибируют этот фермент, также ингибируют кофермент Ку-10. Вот почему один из главных побочных эффектов статинов — это проблемы с мышцами. Слабость мышц, воспаление мышц, мышечные расстройства, нехватка энергии. Ведь если подумать, мышцам нужна энергия для работы. Именно так мы двигаемся. Мы не можем двигаться без мышц. Представьте, сколько у нас митохондрий в мышцах и сколько кофермента Ку-10 нужно мышцам. Если вы хотите есть что-то, в чём много кофермента Ку-10, вам надо есть мышцы, то есть красное мясо, рыбу и всё такое. Но больше всего Ку-10 в субпродуктах, в печени и особенно в сердце, в экстракте сердца. Вероятно, есть БАДы с Ку-10, ведь люди обычно не едят сердце. Но в сердце много кофермента Ку-10. Но и наше тело создаёт кофермент Ку-10. Так что его не обязательно получать из пищи. Вы создаёте его и сами, если у вас есть все необходимые для этого кофакторы. Все эти кофакторы, особенно витамины группы В, необходимы, чтобы кофермент Ку-10 работал. Кстати говоря, если вы принимаете статины, бета-блокаторы или какой-то препарат от диабета, вероятно, у вас очень-очень низкий уровень кофермента Ку-10, и вам надо его принимать. Есть интересное исследование, оставлю ссылку внизу. Оно посвящено тренировкам. Изучали спортсменов и людей, которые не тренируются. Им давали кофермент Ку-10. И в обеих группах было выявлено значительное повышение выносливости. Люди могли не уставать дольше. И теперь вы знаете почему. Потому что кофермент Ку-10 необходим для выработки АТФ, а также он действует как антиоксидант, защищает от свободных радикалов, возникающих при тренировках. Это ещё один важный побочный эффект статинов. Вы быстро теряете силы, особенно если напрягаетесь, тренируетесь. Что касается еды, которую надо есть. Нам нужна еда, в которой много электронов, много жизни, много энергии, чтобы извлекать эту энергию. Если есть технологически обработанную пищу, как принято в США, а это 83% всей еды в магазинах в пересчёте на калории, это едой-то едва можно назвать, то будет невозможно получить энергию, питаясь такой пищей. Нужна еда, богатая нутриентами. Красное мясо лучше всего. Когда я ем красное мясо, у меня больше энергии. Дело не только в железе, которое нужно для демоглобина. В мясе много и других факторов, дающих мне энергию. Не только кофермент Ку-10, но и много других факторов, создающих энергию. Я только что нашёл ещё одно интереснейшее исследование об этом. Оставлю ссылку внизу. Были исследованы нутриенты в красном мясе. В сравнении с растительным мясом, которое стало появляться, это искусственное мясо. Состав нутриентов на этикетке обоих видов мяса очень похож, выглядит полезным. Но оказалось, что уровень 171 биомаркера, а всего их 190, в мясе был намного выше, чем в растительном искусственном мясе, если можно назвать это мясом. Суть в том, что в пище, по-настоящему богатой нутриентами, много такого, что помогает нам стать здоровыми. И вместо того, чтобы пытаться просто улучшить вкус пищи, я бы сфокусировался на выращивании пищи, более богатой нутриентами, и на том, чтобы есть больше такой пищи. Ведь в искусственном мясе пытаются имитировать вкус, текстуру реального мяса. А как же нутриенты? Ещё один очень-очень-очень важный фактор в связи с митохондриями и с увеличением их количества — это тренировки. Это, несомненно, лучший способ увеличить количество митохондрий. Это ещё один повод регулярно тренироваться. И это перевесит много того плохого, что вы, возможно, сделали в прошлом. Если у вас есть какие-то болезни или проблемы в настоящем времени, тренировки помогут им противостоять. Потому что многие болезни вызваны повреждением митохондрий. Если вы тренируетесь и тем самым создаёте больше митохондрий, и при этом голодаете интервально, голодание запускает ещё один процесс, так называемую аутофадию. Аутофадия — это переработка старых повреждённых белков, а также митохондрий. Здорово же! И создаются новые митохондрии. Так мы получаем больше энергии. Вот что я хотел бы знать, когда мне было 20. Даже раньше я хотел бы знать это ещё в детском саду. Я бы избавил себя от многих лет утомления. Вот ещё способы добавить себе митохондрий. Терапия холодом. Я делаю это регулярно, и как же хорошо я потом себя чувствую. Если не можете на такое решиться, можно использовать неполное погружение в холод, принимая холодный душ. Труднее всего, когда погружаешь в холод, область вокруг сердца. Ведь сердце качает кровь, пытается не дать вам остыть, и это как бы самая уязвимая область. Но всегда можно погрузить в холод половину тела и получить пользу от этого. Также фитонутриенты могут ускорить воспроизводство митохондрий и починить некоторые митохондрии. Это сульфорофан в крестоцветных, в микрозелени брокколи и в микрозелени редиса. Он есть во многих продуктах. На самом деле, очень многие фитонутриенты помогают митохондриям, если их употреблять. В то же время надо избегать определённых вещей. Это очищенные продукты, сахар. Надо начать кето. Надо избегать хронического стресса, тяжёлых металлов, курения, алкоголя. Хотел бы я знать всё это в свои 20 лет, а также понимать, что такое митохондрия. Приглашаю вас на свой курс «Здоровая кето». Он для тех, кто хочет похудеть так, чтобы вес снова не вернулся. На курсе я расскажу, что мешает сжигать жир и что конкретно нужно делать, чтобы исправить это без вреда здоровью. Этот курс прошли уже сотни людей и добились очень стабильных результатов. Присоединяйтесь и вы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...